Так, ну вот здесь неинтересно, вот здесь не перспективно. Гляди, где ты сейчас. Да, при этом кофе, я говорю, такой дерьмовый. Не хочешь вставать, не напрягайся. Давай, продай нам эту ручку, продай нам эту ручку. Или я богат. Хотя, я думаю, сейчас учат, как искать работу в школе. Нет, нет, не переживай. Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги. Зевающая Диана. Всем приветики. И улыбающаяся Илюша. Привет. Диан, ты хочешь спать? Нет. И хорошо, потому что спать некогда, ведь мы сегодня обсуждаем работу. Мы сидим на работе, работаем и обсуждаем работу. После работы. Да, это очень важно. Это наша вторая работа. Мы, кстати, мы сейчас с вами дожили до того возраста, когда у тебя две работы. Ой, нет, 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 нет. Да, ты да, детка, да. Так даже формулировать не нужно. Это наше оплачиваемое хобби. Да, конечно. Сколько я мучаюсь с нашими концепциями и прочим. Это работа. И за нее платят. Да, я просто помню эти истории из юности, когда если у тебя две работы, это значило, что у тебя мало денег. Ты едва сводишь концы с концами, поэтому ты вынужден в две смены где-то работать, чтобы обеспечивать свою семью. Может быть, я просто люблю сводить концы. Может быть, ты любишь. О чем-то мечтать и копить себе на мечту. И поэтому работает на двух работах. Да, тоже вообще. И мечтает работать на одной при этом. Но вообще это же такой поток. Это на самом деле есть жизнь. Или не может выбрать. У него типа есть работа, есть работа-любовница. Типа жизнь на две семьи, жизнь на две работы. Он не может никак выбрать, какая ему по душе. Или, допустим, он в второй работе обещает, что он бросит первую работу, но мой стендап затянулся, мне кажется. Дальше фантазируйте сами. Мы вам почву дали, сами разгоняйте. Ну, либо это открытые отношения. Полиамория. Полиамория, да, совершенно верно. Ладно, а прикинь, если бы у нас были разные работы, и мы бы ими обменивались, мы бы были прорабочими сейнгерами. Ну, в общем, как вы поняли... A few internships later. Да, как вы поняли, у меня сегодня очень много энергии. Я вернулась из отпуска, кстати, поэтому, возможно, я такая зажигательная. Но сегодня мы не просто говорим про работу, потому что наши слушатели справедливо могут сказать, да вы уже говорите о работе, сколько можно. Но мы сегодня говорим о том, как мы изменили отношения к работе. Да, мы никак не можем оставить в покое сезон про изменения, он им очень нравится. И мы все не можем остановиться, поэтому... Я предлагаю следующий сезон делать про то, как мы изменили свое отношение к предыдущему сезону, и опять делать рекурсию. В общем, да, вы нас простите, надеюсь, вам все еще интересно, потому что мы просто попали в какую-то гиперфиксацию. Да, как мы изменили отношения к работе, это тема сегодняшнего выпуска, и у меня к вам такой вопрос. Любите ли вы свою работу? Да. Сколько энтузиазма. Да, сколько подробностей и деталей. Да, я очень люблю работу, спасибо за этот вопрос. Ну, потому что, во-первых, моя работа позволяет мне А. Раскрыть мой творческий потенциал Б. Прокачаться в стрессоустойчивости С. Мне неплохо платят Г. Я бы не афишировала это. Ну, это классно, у меня прикольный коллектив, на самом деле. Спасибо. Вот из вас, как минимум, он состоит. Мне, на самом деле, это суперважная штука, потому что такое редко где встречаются, когда тебе с людьми комфортно, и когда нет такого, что вот ты выделяешь одного человека, а вы с ним кринжуете над остальными. Это я. Ну, вообще, да. Мы так делаем. В любом случае делаем, но крайне-крайне редко. Крайне-редко. Да, постоянно. Нет, нет, неправда. Это правда. Хорошо, ладно, твоя позиция ясна. Спасибо за детали. Илюш, что насчет тебя? Мне очень нравится моя работа. Кстати, у меня к Диане вопрос. Ты долго искала эту работу? Почему ты как Диане у тебя всегда вопросы? Ты мне никогда не задаешь вопросы. Потому что я выгляжу как человек, который вообще, ну, невозможно, чтобы он начал работать вообще просто. Я, кстати, вот буквально вчера рассказывала Даше и нашему шефу Игорю о том, как я нашла эту работу. Это вообще максимально странная история была. Типа, я окончила универ. Это был год ковидный, ковидное лето. И, короче, получилось так, что мне нужно было работать. Я приехала в Краснодар. Вся семья у меня в Новороссии. Я тут сижу одна, все друзья по своим этим селам, потому что, ну, нельзя уходить из дома, видимо. Вот. Я такая думаю, блин, надо денег зарабатывать, а тут что-то уже как-то тяжко стало. В селе жить. И, короче, да. И, короче, я просто такая смотрю на HeadHunter и все. Это не нативная реклама. HeadHunter нам не платил. По крайней мере сегодня. Поэтому я смотрю... Кстати, да. Короче, я искала разную работу, но я хотела что-то такое, типа, прикольное. Вот я изначально весь, все свое обучение думала о своей работе, как, знаете, типа, я хочу придумывать классные штуки, какие, не знаю, но я хочу придумывать, и чтобы это кто-то делал. Ты хочешь быть Жаком Дюжарденом из 99 франков? Да нет, я просто охренела, на самом деле, с такими пожеланиями, вот. Ах уж дезумеры. Именно поэтому я не могла найти работу, ну, наверное, недели три. Но, чтобы вы понимали, я себя настраивала буквально как Рокки Бальбоа. Типа, я готовилась, я слушала даже музыку такую, типа, знаете, через тернии, в тернии, в моем случае. Ну, типа, вот это вот, нужно настраиваться, типа, одна дверь закрывается, вторая открывается. Типа, я сейчас прям дам миру знать, как меня бомбило. В итоге что случилось? Я психанула и устроилась борис. Ну, как бы, я прям уже, то есть я прошла с АБС, и я должна была выходить. У Бориса есть АБСы? Да, конечно. Хорошо, ладно. Типа, там, татуировки проверяют, мне пришлось ручкой шариковой рисовать. Вот, и, короче, получилось так, что я что-то смотрю, и мне случайно попалась вакансия аккаунта менеджера. Вакансия? Так прикольно-то я говорилась. Я говорилась? Да. Вакансия. Ну, так вот. Anyway. Я надеюсь, все узнали. Отклик на вакансии. Короче, короче. Получилось просто так, что я случайно увидела эту вакансию, вот, и просто такая, типа, о, классно, и, собственно, все, и там дальше закрутилось-завертелось, не очень, как бы, короткая история, но если коротко, то так, да, я должна была варить кофе, а вот сейчас вот занимаюсь таким вещами. Ну, надо сказать, что кофе ты сварила достаточно вкусный. Гляди, где ты сейчас. Да, при этом кофе, я говорю, такой дерьмовый, кто бы вообще пробовал просто, это ужасно, это просто ужасно. Ты сама не пьешь кофе, насколько... Нет, ты пьешь этот... Ну, как я интересно попала на эту работу. Вообще, ты пришла сюда ковидным летом, а я здесь работаю со времен царя Гороха просто. Восемь лет. Да, это правда. В этом году будет восемь лет, или уже было, нет, будет в мае, в следующем году, как я здесь работаю. И я сюда пришла, когда не было еще студии подкаста, когда не было еще вообще такого слова, как подкаста, его никто не знал. Когда же не было еще Double Day. И не было еще, да, нашей компании, мы были просто журналами, и, в общем, да, я пришла, не было нормального, вообще не было и чара, и чара не было, как человека, был просто главный редактор, который принимал собеседование, и чтобы ей понравиться, я случайно надела такую же кофточку, как у нее, и понравилось. Вот, так что, видите, где мы оказались. Но ты так и не сказал мне, любишь ли ты свою работу. Ты сказал, что любишь, но почему? Я люблю свою работу, потому что, скажем так, у меня есть опыт на контрасте других мест, где я работал. У меня был опыт работы в музыкальных магазинах и в продажах по телефону. Ну, то есть я продавал IT-продукты всякие. Вот, и надо сказать, что... А ты помнишь, извини, хоть один скрипт оттуда? Да, ну, знаешь, нас очень хорошо тренировали. Например, давай, давай. Ну, например... Давай, продай нам эту ручку, продай нам эту IT-ручку. Ну, это ж нужно знать как бы контекст, что я продаю. Я продавал IT-программу, которая занимается, скажем так, финансовым учетом транспортно-экспедиционных компаний. Очень понятный, очень понятный продукт, да. Мы пользуемся каждый день. Ну, я на самом деле там проводил удаленные презентации, презентации, которые удалили. И да, и было очень интересно. У меня однажды был клиент, которому я продавал где-то полгода. Подожди, я это шутка порвала. Сейчас, надо собраться с шутцом. Шутцом, да. Окей. Продолжай, прости. Да, и он, короче говоря, полгода, я с ним вел диалог, очень активный. Вы полгода разговаривали? Реально, прям. Я лежал в кровати, мы с ним общались, потом приходил на работу. И ты такой лежишь на животе, знаешь, такой, типа, болтаешь ногами, собраны на колени. Ну, вот у нас есть один продукт такой. Какая интересная работа. А ты что-то скажешь, что он такой, типа, добрый, я не знаю. А ты тоже лежишь? А ты тоже лежишь? Так и было. Вы шутите? Но, на самом деле, история заканчивалась очень грустно. Однажды трубку взяла неоная его жена и сказала, что он умер. И что ты сказал? И это был страшнейший опыт. Ты сказал, так продукты купите? Нет, ни в коем случае. Это очень было бы грубо. Я поднялся с кресла, я побледнел. У нас там был гигантский офис с отделом сервиса, продаж и так далее. И все отвлеклись от работы, потому что... Я был самым высоким в компании, и все увидели... И самым бледным, очевидно. Самым бледным, да. Какой-то столб поднялся и стал очень-очень серым, таким бледным. Это был ужасный опыт. Ну и после этого как-то я перестал работать с продажами. Как интересно получилось. Конечно. Вы с ним бромска решились? Когда три года кому-то продаешь что-то, привязываешься. Полгода вообще. С Люжиным ростом полгода за три считается. Ну, самый клевый опыт у меня был в музыкальных магазинах, потому что я там... Там никто не умеет? Не помню. Я не помню. Но музыкантов так и норовит умереть. Прикинь, так одна струна оторвется от электрухи, и все. Не, ну там максимум палец поранится, ничего страшного. А глаз? Я всегда боялась, что глаз... А прикиньте, как в этом, в пункте назначения, типа, едет огромный фургон, и там электрогитары, вот так вот связаны этим штукой, как бревна. И она скакивает, и тебе прям колоком по лицу. Ужасная картина. И все, да, да. Хорошо, понятно, понятно. Продолжай. Спасибо, что дает мне эту возможность. Пожалуйста. Ведь это ваш подкаст. Пожалуйста. Да. Вы мои гости сегодня. Я так себя и чувствую, если честно. Ну, короче, там получил офигенный опыт в плане оборудования. И, собственно, этот опыт мне помог устроиться сюда, потому что здесь нужно знать, как работает оборудование. Уважаемые слушатели, вы слушайте сейчас нас. Именно потому что у нас есть команда профессиональных монтажеров, звукорежиссеров, которые разбираются в звуке. И надеемся, что наш звук... Вам нравится. Звук этого подкаста, да, вам очень нравится. Мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его еще лучше. Музыку выбирала я. Кстати, она восьмивидная. Если вам не понравится, то тогда не я. Как удобно. Конечно, я всегда ищу удобство. Хорошо. Прикольная история у вас. Я, знаете, о чем подумала? Что, возможно, я не утверждаю это наверняка, есть разница между тем, как каждый из нас устраивался на работу не в плане нашего уникального опыта, а в плане временных промежутков. Потому что у меня есть подозрение, что Диана... Ну, раз это было ковидное лето, это была твоя первая работа? Да. Вот. Ковидное лето, это как бы вроде бы буквально вчера. А я устраивалась на работу тогда, когда на пресловутом Headhunter, который нам сегодня не заплатил, было очень мало всего. В каком году это было? Я сюда пришла в 2016 году. И это была моя не первая работа. Я в университет поступила в 2016. Да, вот. И это, к тому же, это не первая моя работа. У меня до этого еще было две работы, прежде чем сюда я пришла. Какая у тебя первая работа была в Краснодаре? Спасибо за вопрос. Спасибо, что он мне... Ну, Даша, ну что ж такое-то? Ну, правда, я заметила, что... Ощущение, как будто бы я к тебе предвзято отношусь в твоей голове. Нет, это не предвзято, просто ты никогда не ставишь мне вопроса. Этот день настал. Я очень ревну, я очень ревнивый человек. Так вот, моя первая работа была преподавателем английского языка для маленьких деток. Я работала три дня в неделю. Получала, по-моему, то ли 700, то ли 300 рублей за один урок. А ты как бы... Ну, у тебя групповое занятие было? Или это персональность человека? Групповая, да. Была группа из трех-четырех малышей. Им было лет по 4-5. Вот. И я им рассказывала yellow, sun и так далее. И мы с ними учили английский. И как бы, чтобы вы понимали, это не какое-то супер невероятное учреждение образовательное, где готовят будущих, не знаю, международных послов и так далее. То есть это такой был центр, развивающий для детей, куда обычно родители своих детей спикивают, и там с ними играются, какие-то дурацкие танцы им ставят, какие-то подделки, какая-то лепка, всякая такая вот дичь. И ты платишь за это какую-то денежку, забираешь ребенка, у него целый пакет всякого дерьма, который вы за день с ним сделали. И типа все довольны, все рады, все получили... Все довольны дерьмо. ...какой-то фидбэк. Да. И моя задача была вот как раз таки в том, чтобы учить их английскому. И как мы проверяли вообще мою mock API какой был, мы должны были выучить песенку, они должны были знать какой-то набор слов и делать какие-то подделки, связанные с английским. Так как это пятилетние и четырехлетние дети, они не читают, поэтому как-то проверить, насколько хорошо они могут читать или написать что-то на доске. Возможности не было, поэтому приходилось вот это вот «Скажи, как будет пока?» «Бай-бай!» «Как будет привет?» «Хелло!» «А что нужно сказать маме?» «Тэн кью!» И так далее. В общем, они вот такой вот штукой занимались. А сколько лет деткам было? Четыре-пять лет примерно так, я точно не помню. Потом я работала в другом центре английского языка, он уже более профессиональный, более углубленный. Там цель была такая, что дети должны говорить по-английски. Там нельзя было говорить с ними по-русски вообще на уроке, то есть только English. Там особая методика, почему, говоря с ними только на английском и делая определенные вещи, они в итоге заговорят. Вот. И я помню, что мы выучили песенку, знаете, такая «Лолипоп, лолипоп, о, лоли-ла». В общем, это был мой большой успех, потому что мой ученик напевал эту песню просто постоянно. И у меня был любимый ученик, его звали Мартин, он был армянин. Ну, он есть, я думаю, что он уже взрослый, классный, красивый парень, который хорошо говорит по-английски, потому что в свое время я предложила к этому руку. И он играл в Майнкрафт. И из-за того, что он играл в Майнкрафт, он много английских слов знал. А, то есть он онлайн играл в Майнкрафт. Сколько лет Майнкрафту? Ну, не знаю. Я не знаю, много лет. Я думала, что относительно что-то новое. Почему-то старое. Она начиналась еще в 8-битной. Она просто очень много лет обновлялась. Вот. И он умел читать по-русски и умел читать по-английски. Это был мой любимый ученик, потому что он уже все умел. И мне было здорово охвастаться его достижениями. Поэтому я преподавала какое-то время. А потом я решила, что все, с меня достаточно, я больше не хочу преподавать. Ну, какую работу может найти студентка факультета РГФ, романо-германская филология в нашем замечательном, великолепном Кубанском государственном университете. Мы все преподавали. Либо репетиторами были, либо преподавали. Почему ты ушла? Вот это связано как-то с, может быть, усталостью от этой безумной энергетики от детей. Я почему спрашиваю? У меня моя девушка работает тоже с детьми активно. Нет да нет, но она приходит и говорит, что дети, в общем-то, очень сильно отнимают энергию. Ты сказала, что 4-5 лет. Я уверен, что там, ну, прям кровопийцы энергетические были. Слушай, я соглашусь полностью, что дети очень сильно высасывают энергию. И если моя первая работа, где я 3 дня в неделю работала, а остальное время училась, там, по 2 часа мы с ними нет усилий, это еще одно. Но вот в тот второй центр, где я работала, я работала с утра до вечера, у меня были один урок за одним, у меня были разные дети. И 3-5, и 10-15, и 18-19, и взрослые люди ко мне приходили на уроки. И взрослые люди не просто, с которыми вы классно говорите по-английски, а взрослые люди, которые по 40 лет решили выучить английский. И ты как бы вот этих вот больших, умных, опытных сложнее со взрослыми, потому что их гибкость, их ума уже находятся на определенном уровне, и раскачать ее очень трудно. Им очень трудно дается произношение, запоминание каких-то вещей. Они все время смотрят на листочек. Им очень тяжело выйти из зоны своей комфорта, потому что они привыкли себя контролировать. Любой взрослый человек привык себя контролировать. И у него есть определенный набор каких-то клише о себе и о мире, каких-то социальных конструктов, как должен говорить и вести себя человек. А у детей этого нет. Они открыты, у них очень пластичный ум, и они очень быстро все схватывают. Это не значит, что взрослый человек не может выучить английский, но как бы им сложнее. Вот, поэтому я в какой-то момент просто очень сильно выгорела. В то время еще не было выгорания, его не существовало как термина. Но я выгорела, и я уволилась. Вообще, это было мое первое увольнение в никуда. То есть у меня не было другой работы. Блин, ты так много всего рассказала. Мне кажется, тебе очень нравилась эта работа. Ну, конечно, нравилась, но потом я выгорела. Вот, я решила, блин, ну что я вообще умею по жизни? У меня всегда вопрос о работе, он сводился к одному единственному вопросу. Что я умею делать? Я умею говорить по-английски, и я умею писать. Вот, вроде бы мне нравится писать, вроде бы я неплохо пишу. Еще я увлекаюсь музыкой, было бы классно писать в музыкальном журнале. Я задарма писала в музыкальный журнал интервью у местных музыкантов брала. А потом устроилась сюда, к нам, и вот теперь, сегодня я уже много чего умею. И много где могу работать. Вот мне нравится, как ты сформулировала вопрос, поставила, что я могу, что я умею, а не кем я хочу стать. Потому что это настолько разные точки зрения. Кем я хочу стать, это, наверное, больше, ну, я могу кого-то, возможно, обидеть, но более детское такое формулирование. Здорово, что, научившись английскому, ты смогла применить навыки. А сейчас тебе английский пригождается, кроме того, чтобы поправлять людей, что они используют времена? Слушай, я не могу сказать, что прямо он пригождается мне, потому что моя работа очень-очень-очень отдаленно, очень-очень косвенно с этим связана, практически вообще не связана. Но из-за того, что я его знаю, он много где в моей жизни присутствует. То есть, допустим, недавно мы с моим парнем очень удивились, и я вообще этого не заметила, выяснив, что у меня полностью англоязычный YouTube. У меня нет ни одного видоса, кроме наших подкастов, которые были бы на русском языке. И я этого не заметила. То есть, это настолько нативно у меня было, что я, если что-то гуглю, я всегда гуглю по-английски, потому что у меня есть убеждение, что будет больше результатов. Вот. Но я могу читать какие-то статьи, брать информацию из зарубежных источников, и, в принципе, могу говорить. Пару раз я в нашей компании звонила в наш... к нашему хосту. У нас в Германии сервера находится. Я звонила в этот Факенштейн и пыталась с ними поговорить. У меня возник вопрос, касаемый навыков. Ты же, получается... Теперь слишком много вопросов ты мне задаешь. Нет, это вопрос, который будет перетекать к Диане. Вот ты, получается, изучила на РГФе язык. Ну, я так понимаю, что ты еще до РГФа изучала его, естественно. Да, на РГФ я изучала французский. О, как неожиданно. Ну, у меня вопрос к Диане, касаемо того, что ты же училась в нашем с тобой любимом университете, а ты уже в институте культуры училась. Пригождаются ли тебе знания, которые ты оттуда позаимствовала, получила? Потому что я учился тоже на маркетолога. И типа я не использую эти знания, потому что лекции были чертовски скучными, взятые с интернета. Преподаватели, которые могли дать, ну, реальные знания... Могли покупать по-английски хотя бы. Их было по пальцам пересчитать, и та малая часть, которая была, ну, мы просто от них не отлепали и впитывали абсолютно все. И те знания, которые они нам дали, вот, я в 15-м году выпустился, я их до сих пор использую как маркетолог, если я им работаю. Вот мне интересно, Диана, как бы... Или ты потом после института такая, о, интернет, или какие-нибудь курсы. На самом деле универ мне дал один скилл, который мне оказался очень важен. Из-за того, что у нас, ну, не суперклассно давали какой-то фундамент. Типа там вот эти вот лекции всякие. Я говорю сейчас именно о специалитете своем. Я училась на визуальных коммуникациях в рекламе. То есть это не дизайн в чистом виде, а это коммуникативный косвенный дизайн. То есть это и фотография. Я помню, что мы там снимали, фотографировали людей, делали софтбоксы самодельные из коробок и ватмана. И типа я долгое время фотографировала, ну, 4 года практически. Я там умею, если мне дать камеру, я смогу выставить все какие-то базовые настройки. Я понимаю, как примерно должен выглядеть свет. Я смогу отличить на видео, где свет стоит неправильно. Ну, это, знаешь, как не суперклассное от отличного, а, ну, скорее, хорошее от не очень хорошего. Я не знал, это круто. Это визуальное представление, какое-то пространственное понимание того, где все должно быть. Да, поэтому она все обложки наши критикует. То есть, типа, это какие-то скорее композиционные штуки. Я понимаю, как фотографировать человека, чтобы там не было что-то завалено, что такое там правило третей и прочие штуки. Что может быть завалено? Типа, типа того, да. Клеворезка тот. Так а какой скилл тебе дал университет? Фотография? Нет, не фотография, а как раз-таки из-за того, что не было какой-то базы, я научилась не, будем говорить современно, скилл не видеть во всем фрейм. То есть, я поняла, как мне нужно ходить в универ, и что мне нужно от него брать. Я была старостой, и в нашем институте всем было плевать, что ты староста. Никаких тебе не было ни послаблений, ничего. Я знаю, что в других так было. Ничего не знаю про кубик абсолютно. Но там, условно, у меня мама тоже преподает, и она тоже училась на РГФ, и тоже французский, и у меня в целом вся семья филологи. Ну и, короче, я почему вообще это говорю? Потому что мне с детства мама преподаватель, и я знала, я сидела на ее парах, я понимала, как она преподает. То есть, она давала прям офигенные базовые знания. Но в универе этого не случилось, а я к этому готовилась. И у нас были относительно молодые преподы, это были тоже лекции достаточно скучнованные. Такие, как я латали, пап, лали. Да-да-да, типа того. А теперь поделки делаем. Это было скучновато, но я поняла, на что мне нужно ходить, и что мне это даст. То есть, я понимала, что мне нужно много смотреть, просто разного. Я понимала, кого мне из них нужно слушать, и кто из них относительно адекватные вещи говорит. И все в целом. То есть, какие-то отрывочные штуки я помню. Сказать так, чтобы я перетащила что-то на работу, слушай, мне кажется, что, возможно, и да, я просто не отдаю себе в этом отчет. Да, мне кажется, вот ты говоришь, что ты поняла, что нужно делать в институте, а точнее, для чего ты туда ходишь. Мне кажется, я посмею предположить, у тебя выработался какой-то алгоритм, который позволял тебе брать то, что нужно, и затем эти знания все применять так, как тебе нужно. И вот то, что ты перетащила, это как раз-таки этот алгоритм, который ты используешь. Да, именно так. Ну, типа, я помню там всякие отрывистые штуки. У нас вообще были предметы, которые достаточно странно назывались. Ну, то есть, у меня была фотографика, копирайтинг и там еще другие всякие штуки, политическая реклама. И я понимала, что из этого мне интересно, и этим я и занималась. Из-за того, что преподы, ну, типа, были супер необязательными, я делала то, что хотела. Ну, то есть, типа, у нас была вот, курс был политической рекламы, и я в нем учила то, что мне просто нравилось. И, кстати, я никогда ничего не учила. То есть, я последнее, ну, все, что я учила, это стихи за всю жизнь. Я никогда ничего не учила, потому что я не понимала, типа, зачем это нужно. Вот. И мне очень повезло с работой, и в том смысле, что, ну, как бы, я не нахваливаю везде свои минусы, но та штука, когда ты, вот, типа, ты еще не зашоренный, и тебя и на работе не ограничивают чем-то. Вау. То есть, ты можешь где-то косяти, ты можешь куда-то перейти. То есть, я приходила... Ты продолжаешь учиться. Да, и никто на тебя... А тебя, как бы, ничего не ждут. Ну, то есть, тебе просто дают возможность, и ты либо реализовываешься как-то сам, типа, либо нет. Вот. Поэтому, ну, наверное, вот так. И все, что я поняла, учась в универе и в школе, я не понимаю людей, которые по этому скучают. В том смысле, что ты работаешь бесплатно. Согласна. Поэтому я очень люблю в этом отношении работу. Она, конечно же, может быть разной, но мне платят, типа. Да. Я еще хотела с вами поговорить про такую вещь, как амбиции. С первой вашей работы все понятно. С представлениями, с которыми мы вышли в этот мир после университета, тоже все относительно ясно. А вот амбиции, это же такая штука, которая как-то... Очень сложно ею от кого-то вдохновиться, особенно в юном возрасте, потому что вокруг мало амбициозных людей было. И мне хочется сравнить наши амбиции тогда и наши амбиции сейчас. Я отвечу на твой вопрос после того, как... После небольшой рекламной паузы. После того, как я вспомнил, короче, историю про первую свою работу. Я работал лохотронщиком в простонародье, а вообще это называется как бы сетевой маркетинг. О-о-о! Да. Что я делал? Кирби, пылесосы, Арифлейм? Я врагу не посоветую эту работу, но есть одно но. Она меня действительно закалила. И это вот как раз-таки потом вернусь к амбициям. Короче, я ходил с пакетами по красу. Это первая моя работа в Краснодаре. Я приехал, у меня первый курс, мне нужны деньги. И я не помню, что это было. Вот они, амбиции. Я не помню, что это было. То ли это было объявление на столбе, типа вот настолько я не знал, как искать работу. У тебя не было интернет, а просто... В школе, да, по-моему, даже не было интернет. В школе как бы этого не научили. Хотя, я думаю, сейчас учат, как искать работу в школе. Нет, нет, не переживай. Да? Да. Ну, жаль. Ну, короче. И в этих пакетах были всякие спа-комплекты, книги, керамические ножи и прочее. Я ходил реально по домам и все это раздавал. Я работал там месяц. И меня там научили одной интересной мудрости. Она работает только для меня, возможно, для кого-то еще другого. Только для сетевого маркетинга. Возможно, еще для кого-то другого. Она сработает. В общем, я ходил где-то около недели, и у меня не получалось продать вообще никому. Вот абсолютно. Я ходил, думаю, ну все, я увольняюсь. А у меня белая рубашка, воротник абсолютно весь черный, потому что я очень сильно потею. А у тебя черный пот. И у меня... Нет. Пыль. Я объясню, как это работает, если тебе интересно. Пыль попадает на тело. Ну, ладно. И, короче. И, в общем, ко мне подошел мой ментор, если можно его так назвать. Есть белые воротнички, а я черный плащ. Раздавал керамических псов. Такой Бэтмен. Керамических псов по ночам. Типа врываешься в квартиру. Это мой голос сомжен герой, подумал. Я увидел объявление на столбе. А тебя на работу вызывали не по будильнику, а такая херня. Да, про жертвы в небе, да. Да, про жертвы в небе, да. Так и было. Я такой, где мой грязный воротник? Ну, и, в общем. И он такой говорит, слушай, ты так паришься, ты так устаешь. Так водеешь? Да, так воняешь. Он говорит, вот что мне сказал. Он сказал, не хочешь уставать, не напрягайся. Я не знаю, как эта фраза для меня сработала. Это настолько просто. Я сейчас не утверждаю, что это истина, которую сказал Эйнштейн или Будда. Это истина, реально. Но вот в тот момент почему-то мне эта фраза показалась такой... Начальник был большой любовский. Я не знаю. В общем, в моей голове что-то щелкнуло. И после этой фразы я пошел к первому попавшемуся человеку. Возможно, это совпадение, я не знаю. Но мне так понравилась эта фраза. Ты так на похер ему продала просто. Нет, я очень много работал. Я много работал над этим. Ну вот, вот чему научила меня эта работа. Но я повторюсь, это плохо, и я не горжусь этим. А мне кажется, это очень классно. Слушай, ну я не скажу, что это плохо. В том смысле, что, во-первых, ты же не обманываешь человека. Ну типа он сам отдает свои деньги. Если бы ты условно продавал ему несуществующий продукт, он тебе отдавал деньги, ты такой, я зайду через неделю и кидал. Это другое. Да, ну мы немножко обманывали. Нас по скрипту говорили, что нам нужно было сказать человеку, что у нас в галерее скоро открывается новый, значит, как там, какой-то салон или типа... Что-то мне это напоминает. Вот, и вот мы типа ходим, и мы ходим, значит, вот так с их продукцией этого шоуру, мы раздаем... Короче, там целая психология была. Нужно было дать... Илья, ты не обманывал людей. Слушай, кому? Нужно было дать сначала продукт, потом забрать, потом опять дать. Короче, это целое... А, да-да-да. Обязательно нужно руки дать, чтобы человек почувствовал, что это его. Если бы ты постучался в мою дверь, я бы точно купила, потому что я, блин, все покупаю. Кроссовер, постучись, Даш, на дверь. Ну, короче... Илья Балат. Барат. Насчет амбиции. Сиркан Балат. Илья Балат. Балат. Батат. Короче, да, и... Илья Богат. Я пошел, значит, после этого работать в музыку. Внезапно. Я во время студенчества начал заниматься активно музыкой. Это кафе какой? Это был ресторан Минами суши да самбо на красный мир и пересечения в Краснодаре. Подожди, в каком году ты туда пошел? В одиннадцатом. Короче, есть тема. Это очень странно. Сейчас маленькая-малюсенькая история, связанная с тем, что ты говоришь. Короче, я совершенно случайным образом пока гуляла со своей коллегой. Мы что-то ходили по Красной, это центральная улица в Краснодаре, если что, и там был ресторан Минами. Вот этот, да? И, короче, так получилось, что она мне рассказала, что она жила напротив него. И еще с несколькими людьми, короче, они тоже упоминали, что это какое-то знаковое место для них. И прикол в том, что когда я первый раз приехала в Краснодар, это, по-моему, был 2008 или 2010, или что-то такое, или даже чуть позже, я была малой, и меня отвели в этот рейстик похавать роллов. И, типа, это для меня какое-то запоминающееся место. И так получилось, что, ну, чисто технически я могла бы с этими людьми пересечься. То есть я и с ней могла бы, и, как бы, еще с несколькими людьми, и с тобой, получается. Я вам больше скажу. Это, типа, так забавно. Я вам больше скажу. У меня была лучшая подруга в юности, отец которой был владельцем этого Минами. Как это работает просто! Там еще такая ступа стояла. Да, ступа. Я на ней стоял, там играл. Ну, короче, да. И, в общем, я учился на маркетинг, а потом... Продавал какую-то хрень и работал в Минами. Нет, я уволился с того места и потом перешел туда. И, значит, меня затянуло в музыку. И после окончания, значит, этого университета я поработал в продажах лет пять или что-то около того. А потом пошел в музыку, да. И все, я до сих пор в музыке. Я не знаю, как это сработало. Я изначально хотел на музыку поступать, но родители сказали, что это не сыграет, это не сработает, это плохо. Не сыграет твоя музыка. Да, но она, слава богу, играет в ушах немногочисленной пока что публики. Три миллиона людей слушают Илюшу. Или сколько мы говорили в прошлом выпуске? Триста миллионов рублей. За год, по-моему, у меня восемь тысяч прослушиваний. Это очень мало. Ну, это потому что... Подождите, давайте сейчас так, да? Только на одной платформе. А вот Бузова нравится многим. Ну, короче, смысл в том, что это все равно очень классно. И на самом деле... Я очень Бузовой. Это очень прикольно, что то, кем мы стали, ну, не конкретно мы, но в случае Ильи, да, например, это все-таки ломает вот эти вот стереотипы, представления о том, что, ну, типа, не нужно учиться на худфаке каком-нибудь, типа, художники не зарабатывают, а вот на музыке тоже не заработают. Ну, заработать же. Конечно. Ну, типа, условно, в любом случае ты опосредованно связан, ну, то есть твоя работа связана со всем музыкальным, как бы. Ну, и знаешь, и навыки продаж тоже пригодились, на самом-то деле. О, навыки продажные, кажется, вообще всем нужны. Конечно, если ты работал в сетевом маркетинге и продавал какие-то пакеты с чем-то, то ты мог свою кандидатуру продать на стадистедовании. Кстати, это суперважная штука, потому что продавать себя в хорошем смысле и в нормальном, типа, на рынке труда, это очень-очень важно. Как мне кажется. Да, даже профессионально. Вот. Это в любом случае суперважно все. А пошли ли мою мысль ангельскую? Что по поводу амбиции? Вовожу Илюшин в сетевой маркетинг, просто на своих двух плечах, как могу. Да. Очерняйте воротниками и своими дубами. Да ладно, это самое, не причитай. Я вот вспоминаю, что когда я работала на своих первых работах, у меня были примерно следующие амбиции. Я считала, что в моем возрасте уже пора зарабатывать себе на мороженка и на всякие такие штуки. Конечно, те деньги, которые я заработала, это было очень мало. Я получала в неделю 1200 рублей. Ну, это очень-очень низкая зарплата по рынку. Вот. Но я смогла уже тогда, сколько мне было там лет 20-19, уже что-то себе покупать, сама себя как-то обеспечивать. И мои амбиции были исключительно такими, что мне нужна была работа, чтобы вот получать какую-то денежку. Да, хотелось бы, чтобы это было как-то интересно, но так как я руководствовалась принципом «я умею только это», у меня не было особо выбора, типа, так, ну вот здесь не интересно, вот здесь не перспективно, вот здесь не креативно, а вот здесь как-то вообще неприлично и так далее. То есть я прям, ну вот, я это умею, туда пошла, заработала, все классно. А сейчас же по-другому все. Сейчас уже не такие амбиции. Вот у вас есть сегодня какие-то амбиции, которые уже прям взрослые? Да, у меня первое... Вообще я всю жизнь считала себя абсолютно не амбициозным человеком. То есть пока училась в универе и в школе, мне оно, ну как бы, мне было все равно, что я не отличница. У меня как бы вообще такого стремления не было быть лучшей во всем, потому что это суперсубъективная штука, но я относительно недавно поняла, что я достаточно амбициозна. Ну, то есть это начало проявляться забавно на самом деле, что я это заметила за собой, как только у меня началось что-то получаться на работе. И я поняла, что я могу, и типа я сейчас это делаю, я это могу, но я могу больше, и я пробую, и у меня получается больше, а потом я беру и делаю еще больше, и у меня получается и еще больше. Ты постоянно пробиваешь потолок. Да. И я такая думаю, ого, ничего себе. Ничего себе. При этом я... Нет, я совершенно вообще не пробивной человек. То есть я никогда не выгрызала себе что-то. Я никогда не приходила, допустим, к работодателю своему, не говорила, я хочу больше, дайте мне больше. Вот я какая, я этого стою. Ну, то есть просто потому, что мне это настолько несвойственно, и, ну, такая... Ну, это мне просто немножко инородно для меня. Но оно как-то само собой получается достаточно легко. И не то, чтобы я к этому прикладываю усилия. Я в целом никогда ни к чему не прикладывала прям много усилий. Не хочешь напрягаться, как там? Не хочешь уставать, не напрягайся. Да, а если устал, сразу отдохни. Вот. Поэтому, ну, как-то не знаю. Ну, наверное, да, наверное, все-таки амбициозно. Да. Но по головам не пойду. Это харам. Нет. Я тоже считаю, что по головам не очень хорошо. Я всегда думала, что я амбициозный человек, и, в принципе, сейчас так думаю. Но я вот что за собой заметила, что я забываю о своих достижениях со временем. И когда, допустим, я хочу чего-то нового, и понимаю, что для этого нужно сделать какой-то шаг, и часто это заканчивается тем, что тебе нужно у кого-то что-то попросить, я почему-то сомневаюсь, что у меня это получится, что есть за что давать и так далее. И я забываю, что до этого... Этот опыт уже был. Да, то есть я уже просила, уже давали, уже получалось, уже есть чем гордиться, уже есть чем похвастаться, уже есть что добавить в портфолио и так далее. Но это как-то вот стирается и забывается. Вот интересно, почему... У тебя нерегулярный синдром самозванца. Нерегулярный синдром самозванца. Начни вести дневник, например. Достижений. Сегодня я покупаю. Вообще, на самом деле, очень прикольная практика. Я так не делаю, но мне она сейчас показалась прикольной. всегда вести свое портфолио. Не в связи с тем, что ты там хочешь найти работу, а просто вот, типа, ты что-то сделал, и как бы, когда ты составляешь портфолио, ты со стороны смотришь на то, что ты сделал, и тебе действительно есть туда, что добавить. И чтобы напоминать тебе о том, что ты окчел, ты можешь просто добавлять тебе туда какие-то кейсики, какие-то приколы свои. И, во-первых, у тебя будет всегда база какая-то, тебе не придется вот это вот вспоминать, и где ты что делал. Потому что, когда ты работаешь в таком цитноте, ты действительно забываешь, что ты делаешь что-то прикольное, потому что для тебя это становится рутиной. Это как в игре в какой-то компьютерной, когда ты просматриваешь всю статистику взорванных машин в GTA там типа того. Да, да, да. А ты что, Илюша, ты амбициозный? Я, честно говоря, пытался в голове вспомнить истинное, значит, этимологию. Ну, короче говоря, что значит на самом деле амбиция? Это вроде как стремление к успеху, да, изначально? Когда тебе по жизни хочется большего. Да, я не могу себя, наверное, назвать амбициозным, если говорить о твоей трактовке, потому что, ну, я не знаю, вот стремление сделать собственный концерт и стать уважаемым и востребованным человеком в сфере звука, я конкретно еще не знаю кем, ну, типа саунд-дизайнер, возможно, саунд-продюсер, вот это является амбицией. Конечно. Да, думаю, тогда, может быть, я и амбициозный. Ну, тут нужно, знаете что, разделять сразу вот здоровые амбиции и не совсем здоровые амбиции. Мне кажется, что у нас троих они относительно здоровые. Ну, не относительно, а прям здоровые, потому что бывает, ну, как бы вообще слово амбициозный, оно почему-то трактуется негативно. Ну, по крайней мере, я встречала именно негативную коннотацию. Эгоизм какой-то такой, самолюбие. Это человек, который вот прям, знаете, карьерист. Достигатор. Да, достигатор, да-да-да. А мы же не такие, мы что? У нас скромные пожелания, вот ну и Люсу собрать концерт. Узнаваем звук. Это же хорошо. Это скорее, знаете, типа, ну, это какое-то прям осязаемое стремление, осязаемая амбиция, поэтому это прикольно. Я бы, наверное, предложила еще одну трактовку фразе, ну, выражению амбициозность. Это желание, вернее, даже не желание, а необходимость что-то хотеть. И вообще, в принципе, возможность что-то хотеть, потому что, когда человек не амбициозный, о нем говорят так, что, ну, ему норм, он ничего не хочет. Он, ну, не хочет никуда двигаться, ему, типа, ок, вот, в моменте. И это не всегда, когда у него все уже есть, он в изобилии, потому что люди, которые в изобилии, часто все равно продолжают хотеть. Вот для меня амбиция – это продолжать хотеть. Не важно, сколько себе лет, не важно, какой у тебя уже уровень дохода, там, капитала или чего-то еще, интеллектуальных способностей, какой у тебя уровень счастья, всегда чего-то еще хотеть. И к этому идти. Вот для меня это про это. Это очень-очень мудро. Мне нравится. И еще, мне кажется, что это неизбежно связано с лидерством и таким очень правильным нарциссизмом. Потому что амбиции – это всегда про единственное число. То есть это никогда не про вот я амбициозная, и я со своей командой. Ну, типа, нет, я амбициозная, и я могу. Ну, то есть я хочу, я сделаю, я к этому иду. Потом уже. Да, да, да. Ты можешь из команды и без команды. Конечно. И это ни в коем случае не означает какое-то пренебрежительное отношение ко всем остальным, но как будто бы это очень-очень правильная штука. То есть ты ведешь команду к успеху. Да, да. То есть я могу это сделать, и за мной идут, или должны идти. Знаете, у меня недавно появилась, вот прям появилась амбиция, и я ее прямо осознала. И мне стало легче жить, когда я ее осознала. Поделись. Значит, у меня есть любимый сериал, он называется «Анатомия страсти», я об этом говорила не раз. И там был момент, когда главная героиня этого сериала, она известный хирург к тому моменту, это уже финал сезона, известный хирург с несколькими наградами мировыми. То есть она прям очень классно устоялась, у нее трое детей, и она вдова, к сожалению. И был диалог между ней и ее новым возлюбленным, в котором она ему сказала о том, что смотри, у меня очень важная работа, у меня очень важная жизнь, и у меня трое детей, и у меня нет времени бегать за тобой и выпрашивать у тебя любовь. То есть если ты со мной, классно, я люблю тебя, но если ты не со мной, мне есть чем заняться, у меня типа супер важная жизнь. И вот эта фраза, она мне просто рассекла, не знаю, диафрагму. Вот это вот, как классно в момент какой-то своей жизни сказать о себе, что у тебя важная работа, у тебя важная жизнь, и тебе есть чем заняться, и ты не будешь ходить и чего-то просить, что как бы к тебе само не идет. И мне так захотелось в тот момент сказать так про себя. С уверенностью. Да, вот именно прям прочувствовать это, потому что она это сказала совершенно естественно, и я вдруг поняла, что она совершенно права. Она вот как сказала, так и есть. А я вот, допустим, хотела бы так сказать на тот момент, но как будто бы так сказать не могла, потому что мне казалось, что для того, чтобы сказать, что твоя работа важна, тебе нужно быть врачом, как она, и мировым хирургом. Но я этой мыслью поделилась со своим парнем. Да, я сказала, что, Никита, я вот хочу что-то так вот в жизни поменять, чтобы однажды так сказать про себя. И потом как-то что-то произошло, ну, череда событий произошла, чтобы не вдаваться в подробности, и я внезапно смогла так сказать про себя. Я сказала себе, у меня очень важная и очень сложная работа. А кому-то ты сама себе это сказала? Сама себе, и потом как бы стала говорить это людям, ну, при каком-то разговоре в соответствующем ситуации, что у меня очень важная и сложная работа, что для того, чтобы делать мою работу, нужно быть вот таким, как я человеком, настолько умным, настолько креативным, настолько уметь выдерживать нагрузки, и что мне очень важно, чтобы я была здорова, чтобы мой мозг работал исправно, мне важно себя кормить, мне важно себя отдыхать, мне важно вводить себя на какие-то процедуры, потому что это все мне нужно для того, чтобы делать мою безумно сложную и безумно важную работу. И я прям испытала чувство эксайта вот невероятного от того, что, извините, запикайте это, я смогла это сказать про себя. И от того, что моя жизнь, вернее, из-за того, что вот эта работа важна, и жизнь становится важной, потому что жизнь обеспечивает возможность эту важную работу делать. И все в этой связке резко стало так, как я хотела. Я поняла, что вот это одна из главных амбиций вот этого года, пожалуй. Вау! Я тобой так горжусь, на самом деле. Я объясню, почему, потому что, ну, не вдаваясь в какие-то подробности, потому что я часто видела, что ты сомневаешься, и мне было обидно, что ты в себе сомневаешься, потому что это действительно так. И по поводу вот хирургии и прочих приколов, я просто всем скажу, это касается и Ильи, и тебя, и меня касается. Мне тоже казалось долгое время, что из-за того, что я делаю какой-то диджитал продукт, это кто-то послушает, кто-то не послушает, это не так важно. Это охренительно важно, потому что на самом деле мы прикладываем буквально свою руку и свою голову к тому, чтобы повысить вкус людей или повлиять на... То есть мы работаем, да, на той чаше весов, которая про что-то классное и качественное, а не про стрёмное и безвкусное. Это ведь очень важно. Ну, то есть, условно, передо мной этот выбор встал после универа, когда у меня, ну, как бы, в общем-то, буквально был выбор, меня звали к чувакам, которые делают наружную рекламу, причём, знаете, вот эту максимально ущербную, стрёмную. Я понимала, что мне там будут платить, но я так не хочу, проходя просто по городу, видеть, что я буквально осквернила просто эту вывеску. Эту улицу. И вот, ну, типа, я это воспринимаю именно так. И как будто бы мы все делаем очень важные вещи, просто каждый по-своему. Кто-то спасает жизни, ну, а может, это их и не спасти, например, а может и совершенно случайно сделать неправильное назначение и как бы повлиять на чью-то судьбу, в общем-то, и жизнь в буквальном смысле. А если мы сделаем что-то не очень хорошее, то мы, скорее всего, через полгода, учитывая, что мы адекватные люди, на это посмотрим, и такие, блин, ну, можно было бы и лучше. Мы сегодня, кстати, в тему история с Дианой. Три часа писали видео рекламной интеграции, и они получились классными, вы их когда-нибудь увидите, не в этом подкасте. Но вот такая у нас работа. Три часа мы просто там буквально на картах. Это большой труд, реально. Это всегда очень большой труд продакшн. Это просто... Я вот что хочу сказать. Я, во-первых, хочу сказать, что это очень здорово, потому что у нас у всех есть работа, которая, я уверен, всем вам нравится. Но был ли у вас вот такой вопрос, период, когда у вас не было работы долгое время? Я могу рассказать быстро про свой опыт, потому что он был максимально отвратительным. Я чувствовал себя просто тараканом, который где-то затерялся в плинтусах, и больше оттуда никогда не вылезет, просто будет есть пыль. Вот как я себя чувствовал. Это был год, когда бахнул коронавирус, и я ушел с музыкального магазина, потому что меня оттуда совершенно несправедливо уволили, заставив написать заявление об увольнении. И я долгое время жил за счет своих родителей. Такое было. Где-то месяцев восемь. Ого! Да, это очень долго. Я не мог найти работу. Я просто каждый день искал работу и не мог ее найти. Возможно, это было связано как-то с какой-то, возможно, какой-то глубокой психологической проблемой. Возможно, там еще немножко подоспела прокрастинация, но такой факт был. И усталость. Да, и потом я уже думаю, все, я просто теперь уеду к родителям жить и буду там такой в майке алкашки ходить, да, потом садиться на порог. Бутылки сдавать. В сапогах закуривать сигарету и гладить собаку, которая воняет. Но зато это собака. Прекрасная картина. Хорошая амбиция. Да, у меня был такой опыт. И я на самом деле понял, что любой опыт очень важен и ценен. И я благодарен жизни, что у меня был такой опыт, который я никогда в жизни больше не повторю. Я не знаю, конечно, что может случиться. Может, конечно, что случится. Всякое. Да, всякое. Но я буду работать над тем, чтобы это никогда не произошло. И у меня к вам вопрос. Был ли у вас, возможно, не такое затяжное, как у меня, но период без работы? И что вы при этом чувствовали? У меня не было периода без работы, потому что так получилось, что с каждой работы я переходила на новую. А вот тогда, когда я ушла в никуда, я очень быстро нашла работу. Но у меня был период, когда текущая работа в какой-то момент стала казаться не моей. Я стала чувствовать себя лишней в этом коллективе, лишней в этой компании, человеком, который добился всего, чего мог, и больше нет возможности как бы расти и развиваться. Вот. И это был очень тяжелый период, потому что пришлось сделать выбор. Типа уходить сейчас неизвестно куда. И было очень страшно. Я до сих пор так и не смогла, вот сколько бы я не думала о том, что нужно уйти, попробовать что-то еще, так и не смогла, потому что мне было очень страшно. Вот. Я начинала там изучать что-то новое, но все как-то вот очень сводилось к тому, что нет, это не то. Либо остаться и как-то менять ситуацию изнутри. Вот я выбрала второе, и ну как-то так жизнь сложилась, что это меня научило чему-то новому. И вот я смогла раскрыться в этой, на этой работе, в этой профессии как-то иначе. И этот период, слава богу, закончился, потому что было очень грустно и тяжело, и много было злости, несправедливости и обиды, но как-то вот... Подавленности. Да, вот это вот состояние жертвы, где ты вроде бы взрослый, и ты отслеживаешь у себя признаки жертвы, то есть ты понимаешь, что ничего тебя не останавливает, бери, уходи, раз тебе не нравится. Но так страшно уйти, что ты начинаешь как будто бы под эти обстоятельства подстраиваться. Вот. Но я держала в голове мысль, что давай так, давай вынесем максимум пользы из того, что происходит, давай не дадим людям быть победителями над тобой, давай как-то сами вот с этим, ну это я с собой, мы, да, мы, я и моя Даша внутренняя. Вот. И как-то вот эта ситуация выровнялась. Блин, это крутая история с борьбой внутри себя. Я забыл упомянуть, я как бы, чтобы все не подумали, что я какой-то тунеядец, я 8 месяцев официально не работал. Естественно, я работал на подработках. Халтурка была. Да, всякие там диджей-сеты. Я работал оператором в Яндекс.Такси. Мне кажется, что поиск себя, это и так работа, если честно, поэтому очень слабо представляю, что можно человека, который ищет что-то, а не просто условно паразитирует на достатке своей семьи, назвать тунеядцем, если честно. Ну то есть это же все, вообще все, что мы делаем, зависит от изначального умысла какого-то и какого-то вектора, куда мы движемся. И если так получается, что какие-то обстоятельства, ну, просто складываются так, что вот, ну, не вариант сейчас, например, то изначально же импульс правильный, поэтому мне кажется, что это даже не считается. Спасибо. Ну, я надеюсь, что это не звучит как оправдание. Это просто комментарий просто... Здесь вы почувствуете себя лучше. Вот. Ну, я не знаю, у меня такого не было буквально, чтобы я не работала. Ну, как бы, я и так достаточно поздно, наверное, устроилась на работу, мне было 21. Может быть, и не поздно. Но как закончила университет, прошло два месяца, даже нет, один в октябре. Вот, я не считаю, каникулы. Вот. Мне, я не знаю, мне везет, или... Ну, наверное, я не могу сказать, что мне везет, потому что я все-таки делаю какие-то усилия над собой, это не просто фарт. Вот. Ну, иначе бы я, наверное, не продержалась, как бы. Вот. Мне кажется, везение – это награда за какие-то... Может быть, может быть, потому что очень сильно я люблю покопаться в себе. Законный журнг, детка. Но мне достаточно легко дается все, что я делаю. Я даже не буду говорить, что я там что-то там вот сижу просто кропотливо, а мне что-то с ума схожу, придумываю или еще что-то делаю. Нет. Мне все дается достаточно легко. Я не делаю над собой ни физических, ни моральных усилий ради того, чтобы заработать деньги. Но я очень быстро из всего вырастаю. Я думаю, что это тоже, как бы, косвенно можно к этому причислить, когда я понимаю, что, ну, мне уже все. Мне уже... Я уже просто... Я уже и вдоль, и поперек, и сбоку, и справа, и сверху, и снизу. И я уже все в этой работе вот просто со всех сторон. И мне уже просто, ну, не интересно. Мне не интересно, когда... То есть это как бы превращается в зону комфорта? Или же ты хочешь, наоборот, вот, применяя свои амбиции, дальше идти? Мне просто не интересно, когда то, что я делаю за деньги, не бросает мне вызов. Где я просто такая, типа, я исполняющий директор, потому что я умею исполнительно директировать. Исполнять. Да, да, я умею, типа, исполнять. Мне нравится одновременно с этим расти. То есть вот это вот прийти и условно... Я поэтому не хотела преподавать. Я безумно уважаю людей, которые умеют это делать и которые этим занимаются всю жизнь. У меня большая часть семьи этим занимается. Но я вот сейчас вспомнила, что именно меня останавливало. Я буквально это формулировала так, что вот я выучу язык, и я, типа, буду преподавать по программе. То есть я все время буду делать одно и то же. У меня будут разные классы, разные люди. Но я, типа, вот материал, с которым я работаю, он, типа, один и тот же. Я тебя очень понимаю. И, конечно, можно, можно там, да, вот, например, у меня там мама морским английским занимается. Прости, каким английским? Морской английский. Она работает с будущими моряками, и потом они там работают капитанами и так далее. То есть это портовая штука условно. О, я не знал, круто. Это тоже международные компании, это тоже все классно, супер, прикольно. Но я, когда представила, что вот, типа, это один и тот же материал я просто не смогу. То есть для меня все-таки первичный, наверное, предмет какой-то. То есть он должен быть максимально неосязаемым. Вот. Чтобы вот я, приходя на работу, я не знаю, что мне нужно будет придумывать. И мне, типа, это не нравится. Тебе нужно высвобождать этот креатив. Да, да, просто, чтобы... Передавать через антенну, которая тебе посылает. При этом я, ну, это так звучит, как будто бы я такой креатив придумываю. Нет, на самом деле... Диана придумывает крутой креатив. Вот, ну, не знаю, не знаю, может быть. У меня напоследок есть такой полуфилософский вопрос, довольно распространенный. Что бы вы делали, если бы вам не нужно было работать? У меня есть ответ. Отлично. Я бы занимался плотничеством. О, это классно. Мне так уже говорили не раз, из-за моей внешности схожей. Да, похоже. Да, я бы занимался плотничеством. Я бы хотел делать столы, знаешь, стулья, диваны. Я очень-очень хочу делать кровати, честно говоря, да. Потому что сон – это большая часть нашей жизни, и мне хотелось бы, чтобы люди хорошо и комфортно спали. Так было бы написано на сайте Ильи, где бы он продавал свои кровати. Это очень классная идея. Я своему отцу сейчас пытаюсь ее продать, потому что он делает классные штуки руками, да, то есть там стулья, столы, всякие комоды, в общем, классные штуки. Он их делает из говная балок, потому что из того, что вот дома есть, он просто берет и делает. И у него очень много классной мебели, сделанной им, и я ему говорю, пап, сейчас самое время открывать бизнес. Ты очень классные штуки делаешь, представь, что бы ты делал из классных материалов, и это можно было продавать, но он пока не готов. А ты? Если бы я финансово не нуждалась ни в чем. Ну да, вот тебе не нужно работать. Вот как бы, когда мы говорим, что не нужно работать, мы подразумеваем, что, ну, да, финансово обеспечивать себя не нужно, потому что по факту материальная ценность работы, она, ну, ее необходимость, она в деньгах. Ну, я бы реставрировала разные предметы, может быть, здания, может быть, произведения искусства, может быть, иконы и людей. Ну, типа, я бы занималась чем-то вот неодушевленным. Простя, а реставрация людей это? Благотворительность, наверное. Вот. Людей и животных. Ну, то есть, типа, я бы просто разделила свою жизнь на две части, где я работаю с чем-то неодушевленным. Это для того, чтобы просто как-то компенсировать свои эмоциональные затраты и душевные и прочее. И помогала бы людям и животным в разных ситуациях. Вот круто как, что я, да, для людей что-то делать, ну, чтобы им было комфортно и хорошо. И у тебя тоже, как бы, да, благотворительность. И мы альтруисты. Да, вы вообще нормальные люди. Даша? Да. У меня тоже есть ответ на этот вопрос. Это означает, что мы зрелые, взрослые и амбициозные. Я бы хотела делать духи. Я бы хотела. Я прям вижу, что где-то мне лет 55, у меня есть своя домашняя студия, лаборатория, где у меня есть много разных ароматических масел, много разных ингредиентов. А у тебя с химией хорошо все? Нет, с химией у меня все плохо. Вообще абсолютно нет химии во мне. Главное чувство вкуса. Да, то есть такие чашки петри, пипетки, конюли, всякие такие штуки у меня. И я занимаюсь тем, что смешиваю ингредиенты, вывожу какие-то новые рецепты, придумываю какие-то формулы и делаю свои авторские духи, продаю их, либо дарю. Про конюлю. Я вот, кстати, думала, что как было бы классно заниматься лошадьми. Ну, типа, да. Вот она. Это же так классно. Я почему-то представляю Дашу, которая сидит в лаборатории, у нее такой высокий барный стул и такой же высокий барный стол. Да, очень высокий. И ты вот так вот сидишь, значит, что-то из одной пробирки в другую переливаешь, и ты до пола не достаешь ногами, вот так вот ножками болтаешь и все это делаешь. Я не знаю почему, но ты обязательно должна болтать ножками. Никому нельзя заходить в мою лабораторию, нельзя меня отвлекать, потому что я в процессе творчества. И я еще, почему, знаете, у меня такая меркантильная мысль, почему я хотела бы этим заниматься, именно если бы мне не нужно было больше работать, потому что я бы хотела покупать самые дорогие ингредиенты для своих духов. Слушай, мне кажется, что это все равно связано про людей, потому что все, что связано с ароматами, это настолько телесное. Я бы изучала аромопсихологию, у меня был бы обязательно какой-то концепт, лежащий за каждым парфюмом, потому что я, ну, концептолог, назовем меня так, креата. Мне кажется, вот чисто образно это очень, ну, так, знаете, в хорошем смысле, в самом непошлом смысле сексуально и страстно, что ли, но вот совсем не пошло, типа абсолютно не пошло. А как насчет ароматерапии? И ароматерапия обязательно. Возможно, я бы какой-нибудь курсик записала. Да, записывайте всегда, что на вебинар, через 50 лет. Да, в общем, в 55 обязательно. А, нет, через меньше. Через меньше, да, через намного меньше. Ну и, разумеется, музыка, да, я забыл сказать. Естественно, музыка. Я когда-то сказал себе еще, в школе, по-моему, еще это было дело, что я никогда не закончу заниматься музыкой. Настолько я хочу музыкой заниматься, вот настолько. Это да, это да. Ну что, такой вот у нас получился амбициозный, трогательный выпуск. Мне кажется, слушая вообще ваши истории и рассказывая свои, я понимаю, что мы с вами повзрослели, и у нас весьма зрелое представление о том, что такое работа, и какой она должна быть, и как это все поменялось с годами, и какие ценности у нас сейчас образовались. Поэтому я горжусь с вами, коллеги. Это взаимно. Взаимно, да. Ну тогда что, будем прощаться. Надеюсь, у вас, дорогие слушатели, есть любимая работа. Пишите в комментариях, что вы бы делали, если бы вам не нужно было работать. Кстати, ты вначале сказала, что ты занималась с детьми в школе английским, и ты сказала yellow sun. Это получается желтый сын? Да. И помните, что нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Да, и помните, что если не хотите уставать, не напрягайтесь. Да? Да. И работа это не волк. Ну да, не волк, это ворк. Ворк, Илюш, yellow work. Желтый сын. Да. Мешками ворошить, не работать, или как там говорится? Языком трепать, не мешки ворочить, говорится, да. Да. А это наша работа. Кстати, извините, мы уже почти попрощались, но я вкину эту историю. Недавно моя мама, большая наша фанатка, слушательница нашего подкаста, она комментирует каждый выпуск, мне лично, устно. Она говорит, я слушала его во дворе, и прошла моя тетя, и говорит, что это за работа такая? Сидят и... О как. Ну, достаточно интересное тоске зрение. Я очень надеюсь, что редактор нашего подкаста где-нибудь в описании или в названии, возможно, возьмет эту фразу. Мне кажется, она потрясающая. Да. На этом все. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И студией с вами были Даша, Диана и Илья. Всем пока! Пока! До свидания! Пока! Субтитры подогнал «Симон»